Понятно, как поймать положение ушно-равленного человека. Где вообще ушное отверстие? В каком месте? Мы говорили. Основание? Так. Пожалуйста, не ставьте ему вот сюда или вот сюда. Такого не бывает. Еще. Менькие ткани, какую-то ушно вообще собственную уменьшить. Ну, пожалуйста, уж не ведите эти две линии совсем вплотную, одна с другой, как у нас жизнь не бывает. Ребята, не делайте такие маленькие рисунки. Не надо. Крупный, крупный рисунок. На маленьком рисунке вы... Ну, опять же, что же вы не пользуетесь тем, что я вам сказал? А вас окруженство братьев не надо. О, кстати, как интересно. Потрясающе интересно. Вы знаете, что вы делаете? Вы нарисовали чей-то не одержали. Хотя я вам не объяснял, чем неандертальцы отличаются от нас с вами. Отличаются они в общем. У неандертальцев вот эта линейка пошла вот так. Обратите внимание, в чем отличие. Темя не настолько высокоухольненько. Лоб завален под чуть более острым углом. Но зато огромный затылок. Вот эта вот часть в антропологии так часто называют неандертальский шиньон. Поэтому объем мозга в неандертальце был меньше, чем у нас с вами? Ну, отсюда, типа... Нет. Нет, либо такой же любовь. Пожалуйста, не считайте, что чем мозги больше, тем человек умнее. Есть такая русская присвоится. У лошади голова большая, пускай одна и думает. Да? Ага. Обратите внимание, линия зубов. Подходишь, я лопну его сюда. Это уже не человек, это крокодил. Да? Значит, короче. А плюс, кажется, на этой линии вот такая выпуклая, а не обувь такая. А теперь левая половинка и правая вот так сошлись. И дальше растут вместе в сторону спины. Спиной очиста от роста. Догадайте, зачем он нужен? Ну, догады защиты спинного мозга. Тела позвонков, чтобы прочно склеить позвонки друг с другом. А спинная очиста зачем нужна? Ваши мышцы. Конечно. Площадь крепления мускулатуры, взумеется. Сюда крепятся мышцы. И есть еще поперечные отростки. Вот они. Вот так вот ходит. Догадайте, зачем они нужны? Ну, скажи. Как всегда, площадь крепления мускулатуры. Ну, еще вот здесь будет проходить несколько крупнейших кровеносных сосудов. Что это за кровеносные сосуды? Это артерия, несущая кровь от аорта голову и вена, спускающая кровь от головы обратно в направлении сердца. Все остальное пространство занятое мускулатурой мышцы шеи. Вот так строена наша с вами шея. А может, по-настоящему, на скелете как это будет выглядеть? Пожалуйста. Болт. Зона сочленения. Вот она. Значит, соответственно, Атланк. Атланк состоит примерно вот так. У Атланта нет своего тела. Весь Атланк состоит только из неврального кольца. За ним второй позвонок, это эстрофия. У него тоже своего тела нет. Значит, но у эстрофии такой шипообразный выступ в сторону черепа. Это ось вращения для головы нашей. Атланк обеспечивает кивание вперед-назад, а эстрофия вращения влево-вправо. Хорошо. А начиная с третьего позвонка, все, вот эта часть, это уже тело позвонка. Вот это дуга, сквозь которую спиной может проходить, а вот это отросток. Тело позвонка, дуга, отросток. Тело позвонка, дуга, отросток. Хорошо. Ну и сколько позвонков у нас в шейном отделе? Семь. Семь. Кстати, а знаете, как совершенно точно определить, где у вас кончается шея и начинается туловище? Как? Вот. Если вы немножко наклоните голову вперед и проведете пальцами вдоль центральной ложбинки шеи, вы почувствуете, что в одном месте у вас возникает резкий выставок. Да. Это остистый отросток седьмого шейного позвонка. Он длиннее остальных. И именно он выдвигается вот так вот по коже. Вот это у вас точка, где кончилась шея и начинается спина. Кстати, какова шмарка? Вот вы так прощупываете, на спине прощупываете. Это вы позвонки ваши сквозь кожу ощущаете или нет? Нет, конечно. Мы ощущаем это отросток. Конечно, спинные остистые отростки. Сами тела позвонков очень глубоко. Это надо уметь как следует, точнее, даже не учиться и не пытаться этого сделать никогда. Это вот надо размассировать мышцы, их раздвинуть. И тогда можно немножко прощупать вот эти места. Не профессионалу этим людям заниматься ни в коем случае. Потому что по поводу делу вы просто потревожите отходящее в этом месте проходящее спинно-мозговое нерво. И получите вы такую систему неприятных последствий, что не дай бог. А вот остистые отростки прощупываются хорошо. Володя, я дыбал вам на ваш вопрос? Да. Ну и еще одна вещь, которую мы на самом деле разбираем толще, уже с вами упоминаем. Вот здесь сразу за ушной раковиной. Вот здесь у нас вход в ухо, внешнее слуховое отверстие. А вот здесь, в этом районе, в том же самом районе, заднее основание в височной дуге. Здесь у нас такой выступ. На самом деле он не только у человека в этом месте, а выступ есть на черепах в абсолютно всех предпочитающих. Пощупать он отлично прощупывается сразу за ухом. Вот сразу за ухом в нижней части. Так, вот такая вот вершинка, а прокинутая вниз. Так, ухом в нижней части она очень хорошо прощупывается. Называется такой выступ. Сосцевидный отросток. Их два, левая и правая, сосцевидный черепа. Вопрос, зачем нужны мышцы? Мышцы, какие мышцы? А помните, я показывал вот эту вот мышцу, да? Грудинно-ключично-сосцевидная, которая участвует в повороте головы. Значит, она как раз в верхней своей части вот здесь крепится. А дальше она, огибая шею, идет вон туда, ключица. Соснование грудины и ключица. Хорошо, да-да-да. На первой схеме, если не затруднит, еще раз повторите, что из-за... Вот здесь что? А-а-а, отлично. Давайте вернемся к схеме. Итак, номер один говорит, что это? Трахея. Трахея, отлично. Номер два, что это? Пищевол. Пищевол, один. Номер три, что это? Тело позвонка. Тело позвонка, очень хорошо. Номер четыре. Там, где спинная. Невральная дуга. Ну, название этой дуги позвонка невральная. Невральная дуга позвонка. Номер пять. Спинной остистый отросток позвонка. Вот эти детальки, невральную дугу и спинную остистый отросток, имеют все позвонки. Тела отсутствуют до первого дуга. Все остальное есть. Ну и, наконец, номер шесть. Поперечный отросток позвонка. Кстати, на этой картинке хорошо видно, какая возникнет неприятность у человека, который захотел пожадничать и проглотить сразу полкотлеты. Ну, буквально, стащили, стала котлету, таком трагитерном. Так? Первую половину прожевали, и тут слышали, что идут по коридору. Так? Значит, бросать котлету жалко, а жевать времени нет. Что вы пробуете здесь делать? Мускулатину. Ага, вы сразу пытаетесь проглотить половину котлет. По половину. Я пробую протолкнуть вот сюда, да, и большой комок пищи. Что произойдет? А, трагитерский. Значит, ага. Мускулатуру глотки силой сокращаясь, вгонят котлету в пищевод. А дальше? А дальше котлет не всегда застряло. Потому что с одной стороны гортань, с другой стороны позвоночник. При этом вы заклинили систему. Так? А надо сказать, что на все время глотания, вход в гортань у вас должен быть закрыт. Там, надо сказать, такая крышечка на гортань. Скажите, вы дышать сможете с котлетой в пищеводье? А у вас же не закончилось глотание. Значит, горта не откроются. Так? Поэтому, народ, не глотайте большими кусками. Будут неприятности. Идея понятна? Я знаю, потом вымите. Можно? Можно. Знаете? Потом, после занятия, покажу, что при этом делается. Только, пожалуйста, не думайте, что происходит физическая вакалача. То есть, взять голову в шарах, выпить, наверное, можно. Но, представьте, какие повреждения тела при этом переживают. Уже не нужно было взорвать. Да. Там используется немножко другая вещь. Можно спровоцировать рефлекторный резкий выдох и сокращение мышц, которые выдохнуты в порцию. Ага. Вот как это спровоцировать, а потом как? Все. Хватит. Переподни, пора к делу. Задание следующее. Вот теперь, пожалуйста, совсем легкими линиями быстренько сделайте набросок, профильный набросок черепа, который потом сотрете. Видите? Так? Хорошо. Можно стирать. Еще раз? Можно стирать. Нет, ну просто один раз вы уже не стирали. Один раз вы уже оставили голову человека вместе с изображением черепа, вокруг которого вы делали. Да? Да. Значит, ну хотите, можно не стирать. Значит, еще один раз. Давайте. Теперь постарайтесь, чтобы глаза у вас не уехали на лук, как несколько... Ребята, нарисовали черепа очень здорово. Но потом, когда голову на его основе стали рисовать, почему-то глаз нарисовали вот здесь. Глазница у вас здесь, а глаз подробно там. Не в глазнице, а непонятно где. Это третий глаз. Нижняя челюсть у вас здесь, а ухо почему-то вот здесь. То есть, вход в слуховую камеру здесь, а ушная раковина приехала он сюда. Вот давайте все-таки, зачем мы с вами череп разбираем? Ну, для того, чтобы детали головы у вас не бегали в разные стороны случайным образом, а оказываются вы более-менее привязаны к определенному адресу. Идея понятна? Вперед. Не делайте мелкие. На мелком рисунке очень трудно корректируйте сами. Ну, а дальше, в следующем этапе, попробуем заставить вашего человека немножко покрутить головой. Нужно нарисовать точный профиль и точный фаз заняется просто назад. Нет. Попробуем посмотреть. Скажите, пожалуйста, а носа у вашего человека совсем нет? Ага, отлично. Смотрите, у такого расстояния между зубами верхней челюсти и носовым отверстием у вас на саватевшем. Объясните, что у вас здесь? А вот здесь у него должна быть одна мышца. А это, знаете, что размер губы у него примерно вот такой, да? Ага. И как мы такую систему будем называть? Попробуем. Вен, астрим. Вот эта губа, которая проросла к носу. Как надо называть хобот? Кого? Кого? Небольшой хобот. Как говорили в прошлый раз. Хобот нахлечение, как не приходилось видеть, довольно очень неплохо. Типовая штука. Посмотрим на нос, смотрим на губы. Смотрим. Соотношение высоты верхней челюсти и нижней. Ага. Какая-то исчезающая маленькая нижняя, но зато уж верхняя. Берешь в руку, маешь вещи. Это у нас целая фракция хоботников, то есть сторонников, то есть того взгляда на жизнь, что у человека должен быть хобот. Что делают эти люди? Эти люди растягивают площадку между носом, между носовыми костями и зубным рядом. То есть дают вот здесь вот, вот такое место. Значит, если у вас на скелете появляется некоторое свободное место, это значит, обязательно что туда прикрепится? Мышца. А это значит, какие мышцы у вашей верхней губы? Силья. Вот такие. А это значит, верхняя губа уехала вот сюда, и на ней уехали ноздри вон туда. Какую конструкцию мы получили? Именно эта конструкция называется хобот. Сросшаяся верхняя губа и мягкие ткани носа. Если вы сделали слишком высокую переднюю стенку верхней челюсти, то вы наделили своего человека хоботом. Володя, следите за собой, нос пониже опускайте. А глазик, ну это все-таки не раки с вами, не крабы. У нас глаза не выдвигаются вперед на стебельках. Они достаточно далеко вот здесь. Они большие и дальше. Почему? Не на стебельках? Нет, это я думал. Потрогайте себя здесь на голове и покажите, где у вас вот этот пик. Смотрите, вы что нарисовали. Вы нарисовали, что в середине свода черепа у человека вот такой пичок. Чтобы проливать бетонные стены. Нет, это же таранка. Нет, для мышцах. Для мышцах, да? Да, у Коли для мышцах, да. Вы понимаете, у Коля даже кокосовая листья. Понимаете, нету нашествия. Так? Вот это, вот, не бывает. Так. Вот. Вот пошла переносица. А дальше линия лба пошла. Вот, да? Значит, вот это вас обманули. Это не бывает. Это гвотрение затылка. Но нижняя чусь, на самом деле, более массивная. Она вот такая. Вот сцовидно отростка. Вот скловая дуга. Вот такой. Нет, можно фантазировать с формой головы, сколько угодно. Но тогда, еще раз говорю, ребята, вы тогда не имеете власти над собственной рукой. То есть, ваша рука как-то работает, а вы с этим сделать ничего не можете. Вот рука пролила линию, а вы не понимаете, почему она вот так получилась. Что с этой линией еще можно сделать? Можно так рисовать? Конечно, можно. Может так хорошо получаться? Конечно, можно. Но вы не владеете собой. А я вам хочу немножко показать, как можно владеть. Тем, кто же хотел так и сделал так. А для этого надо играть по правилам. О, о, что нам нравится? Да, правда. Ну, красота. Да, ну, еще волнуйтесь. Ну, это прям какой-то герой супербоевика. Боевика не хватает вот такого, конечно. Да? Стэнтона. Ну, еще там пару кольцев, какие-то там жмем. Вот такой подборозный, просто кобучук, на полметра селеза. Да? Да? Вот так называемых настоящих мужчин. Вы знаете. Ну, все-таки губы, это даже у кого-то, я думаю, совсем губы ставят. Да, я на сел. Совсем вы безумно селеза. Ты что, у вас не боятся? Угу. Так, ладно. Ну, в качестве одного из первых, одного из первых в прошлом. Более-менее позднее, в общем-то, это смотри. Чего это он, беденка, так испугался? Его, что, вызывали, даже я, по-моему, это не у нас и урок. А это учительница, которая пришла, лучше с отоплением. Понятно, понятно. Знаешь, а попробуем прижменить выражение этого лица. Вот такой шнурки не нужен, все-таки ищутся. А смотрите, я думаю, что это не так сложно. Во-первых, давайте немножко с гуальчиками работаем. И гуальчики сделаем менее внушленными. А я тут что-нибудь делаю? Расширить площадь. Да? Да, да, да. Изменить линию вверх. Сделаем вид, что у него просто большие глаза и длинная, мохнатая линия. Вот так. Второй. Броди. Ну ладно, броди на шангир можно так оставить. Оно не страшно. Но промедлено вот сюда. Значит, линию на 3. Вы видите, как это чудесно. Фильм, как это чудесно. Теперь заготовка Хэллоуина. И это полноса. И вот это. Ну, в общем, да. Нет, ну, на самом деле, я считаю, что на первом уровне то, что я вам хотел показать, цель достигнута, причем практически всех. Как липится голова, как примерно липится голова, на что надо обращать внимание, когда делаешь изображение, так, вроде бы все разобрались. Дальше. А дальше очень просто. Что надо сделать, чтобы научиться быстро бегать? Тренироваться. Быстро бегать. Другой метод есть? Нет. Хорошо. Как можно научиться бегать еще быстрее? Еще быстрее? Несколько раз пробежать еще быстрее. Другой метод есть? Нет. А что ему купить? Нет. Нет, вы от этого не начнете быстро бегать. Так, как можно научиться хорошо рисовать? Хорошо рисовать. Много рисовать. Почему это много? Нет, много. Нет, подождите. Чем больше. Мы как догадались? Чтобы научиться быстро бегать, надо быстро бегать. Чтобы научиться очень быстро бегать, надо очень быстро бегать. Получается, чтобы научиться хорошо рисовать, надо хорошо. Чтобы научиться рисовать. Просто начинаем не просто хорошо, начинаем рисовать. Нужно рисовать. Понимаешь, чтобы научиться быстро бегать, значит сначала научиться просто бегать. Согласны? Научиться рисовать, нужно рисовать. А дальше практика, практика, еще раз практика. Ну еще раз. Слушайте, я сейчас буду снимать новую серию «Звездных войн», как по-другому придумывают каких-то нырких монстров, да? Более объясни, учусь своим ребятам, ты отрезаешь губную историю. Завтра, первый час, пробуем поиграть в лаву. Задачка моя будет следующая. Не в профиль, сейчас вы все профиль нарисовали, да? Значит, а в три четверти, да еще четыре, в три четверти, вот так и половину. Либо в три четверти, наоборот, задракуешь. Человек считает галки, да? Там летит галка. Человек смотрит вверх, слегка вернувшись от вас. Либо человек стоит и разглядывает свой левый ботинок. Вот он стоит достаточно, хорошо расставив ноги, вот так, да? И разглядывает левый ботинок. Понятно, как у него голова повернута? Вот у нас будет несколько таких разных вариантов, и ваша задачка будет разобраться. Как же рисовать человека, повернувшего голову в ту или иную сторону? Вот этим мы будем заниматься завтра.